Игровые компьютерные аксессуары давно уже перестали быть редкостью, и на рынке полно геймерских клавиатур, наушников и даже ковриков для мышек. И разумеется, дело дошло и до мониторов — игровых моделей за последние три года появилось очень много. Однако у рядового покупателя возникает вполне разумный вопрос — а зачем мне такой монитор нужен, и чем он будет отличаться от моего обычного офисника? На этот вопрос мы и ответим в обзоре игрового монитора ASUS TUF GAMING WG27AQ и вы уже сами решите, нужно вам это или нет. Сразу о цене. Такой монитор, как в принципе и его аналоги, стоит около 35 000 рублей. Он поставляется в картонной коробке, на которой по традиции написаны его главные особенности. Комплект самый обычный — небольшой внешний блок питания, кабель DisplayPort и кабель HDMI. Оба отправятся в коробку с ненужными кабелями и другим хламом, ибо они для меня слишком короткие — всего 1,8 метра, а я буду вешать моник на кронштейн. Если хотите, чтобы я рассказал о своем рабочем месте и оборудовании, поставьте лайк, ну и коммент об этом напишите. Сам монитор выполнен в черном цвете, с минимальными вкраплениями красного. Подсветки у него нет, но если она вам так нужна — могу рассказать, как я сделал адаптивную подсветку за 2500 рублей. Опять же, с вас лайк. Подставка у монитора плоская. Такое решение мне нравится больше, чем треноги, и на ней красуется логотип NVIDIA G-Sync, чтобы все видели, что вы зажиточный ПК-боярин. Крепится она на четыре болта, снизу закручивается вручную — все симпл. Монитор регулируется по горизонтали и по вертикали, в самом нижнем положении DisplayPort может касаться подставки, и изображение потухает — не самое лучшее решение. Но сами разъемы легкодоступны, кабеля пропускаются через ножку и закрываются пластиковой защелкой. Монитор поворачивается, но в моем случае это не актуально, ибо, как я уже сказал выше, он будет крепиться на кронштейн. Органы управления состоят из четырех механических кнопок и одного пятипозиционного джойстика. Большинство настроек можно выполнить, используя исключительно его, остальными кнопками я не пользуюсь. Какая характеристика является одной из основных у любого монитора? Разумеется, это его разрешение, и тут Asus смогла найти идеальный баланс. Да, дешевые модели с диагональю 27 дюймов обычно обладают матрицами с разрешением Full HD, и текст на них уже выглядит слегка зернисто. С другой стороны, 4К разрешение на такой диагонали сделает текст очень мелким, и нужно будет использовать не самое качественное масштабирование Windows 10. К тому же, далеко не каждая видеокарта сможет обеспечить в нем высокую производительность в играх. В TUV Gaming VG27 используется разрешение 2560x1440, оно же 2К, и его можно назвать «золотой серединой». С одной стороны, плотность пикселей около 110 делает ненужным масштабирование, с другой, текст остается четким, да и куда большее количество видеокарт может выдать в 2К хорошую производительность. Как это обычно бывает, в не самых дорогих решениях приходится идти на компромисс. Идеальными можно назвать OLED-матрицы, у них отличная цветопередача и углы обзора, а черный цвет выглядит черным, так как при его выводе матрица просто не светится. Однако, таких мониторов на рынке единицы и стоят они как хороший игровой компьютер. Достаточно популярными на рынке являются VA-матрицы. Они, с одной стороны, имеют внушительную контрастность, обычно свыше 2000 к 1, так что черный цвет на них выглядит хорошо. К слову, большинство изогнутых мониторов идут на VA-матрицы. Второй монитор Egon на 35 дюймов я использую для монтажа, потому что он широкий, и просмотров фильмов. Но вот цветопередача и углы обзора там, конечно, похуже. Также на рынке до сих пор хватает решений на старых TFT-TN-матрицах. Да, на самые простые мониторы с ними без слез не взглянешь, тут и низкая яркость, и плохая цветопередача, и никакущие углы обзора, но у этих матриц есть один плюс — у них очень низкое время отклика, что позволяет на их основе делать быстрые 240-герцовые мониторы за разумные деньги. У них уже нет проблем с низкой яркостью, хотя цветопередача и углы обзора всё ещё оставляют желать лучшего. Но тут важно понимать, что если разницу в плавности картинки между 60 и 165 Гц видят практически все, то вот между 165 и 240 Гц уже нет, к тому же далеко не все видеокарты способны вывести больше 200 FPS в играх на хороших настройках графики. В основе монитора Asus лежит 165-герцовая 2K IPS-матрица со временем отклика в одну миллисекунду для чёрного цвета. По факту, по методике Gray to Gray обычные 4 миллисекунды. Матрица — хороший фильм, покрывает 98-100% пространства sRGB. Простым языком это очень хороший показатель. Вы будете видеть более яркие и насыщенные цвета, что хорошо подойдёт для игровых приложений. Максимальные углы обзора — 178 градусов, так что вам не придётся каждый раз подстраивать угол наклона монитора, когда вы решили сменить позу на кресле. Ну или табуретки, что там у вас. Яркость достаточно высокая — 370 кандел на квадратный метр. Да, у современных смартфонов она может быть в полтора раза выше, но не забываем, что это игровой монитор, который будет стоять дома и такой яркости хватит даже при работе рядом с открытым окном в солнечный день. А вот минимальная яркость выжги глаз — целых 130 кандел на квадратный метр. С такой яркостью работать ночью некомфортно, поэтому приходится играть с параметрами контрастности и усиления RGB. В свою очередь контрастность у монитора 1140 к 1 в среднем, что больше указанных производителем 1000 к 1 и вообще является хорошим результатом для IPS-дисплея. Рамка у монитора довольно тонкая — всего 1 сантиметр, но при включении появляется черная область шириной в 2 миллиметра. Скорее всего, подобное решение было реализовано, чтобы в рекламных материалах в выключенном состоянии монитор казался максимально безрамочным. Уловки маркетологов — об этом мы рассказывали в одном из наших видео. Ссылку я добавлю в описании. Вообще, монитор, как и, например, наушники, нужно подбирать под себя. Одним из лучших сайтов по подбору мониторов является 4К монитор. Там вы сможете найти обзоры, подобрать монитор по параметрам. Кроме того, ребята снимают обзоры на самые интересные модели у себя на канале. А если вы находитесь в Москве, можете приехать к ним на демо-зону и все это посмотреть и потрогать. Ссылку на сайт и канал 4К монитор я оставлю в описании. Если говорить о минусах, то у IPS-панелей не самая высокая контрастность, из-за чего при тусклом освещении черный цвет выглядит не черным, а скорее темно-серым, едва ли это будет мешать вам в играх, но вот при просмотре фильмов ночью это может слегка напрягать. И второй минус — это так называемый glow-эффект, который опять же присущ всем IPS-мониторам. Он заключается в том, что на небольшом расстоянии от экрана его левая часть будет отливать синим, а правая — коричневым. Это флаг IPS-мониторов. Увы, единственный способ избавиться от этого эффекта — это отодвинуться дальше от монитора. Но опять же, в играх он обычно незаметен и явно выражен только при выводе темного фона на весь экран. И еще одна особенность игровых мониторов по сравнению с офисными — это дополнительные возможности, которые делают гейминг приятнее. Первая из них — ELMBSYNC. Эта функция позволяет уменьшить размытость изображения в быстрых динамических играх путем вставок дополнительных черных кадров. Как итог, картинка в играх становится максимально четкой, а мерцание при 165 Гц практически незаметно. Но все же еще оно может влиять на чувствительных людей и приводить к большому уставанию глаз, так что тут уже все индивидуально. Вторая функция — AMD FreeSync. Замаскированный под G-Sync и называется G-Sync Compatible. Если неправильно сказал — напишите, как правильно. Работает она только на видеокартах NVIDIA двух последних поколений — GTX 1000 и RTX 2000. Зато не требует какого-либо дорогого аппаратного модуля в мониторе, поэтому решение с ней стоит куда дешевле, чем с честными G-Sync. А зачем же такая технология нужна? Наверное, все игроки видели, что если отключить вертикальную синхронизацию, то изображение в играх при движении мышью начинает рваться, что заметно и неприятно. Если включить вертикальную синхронизацию, то такая проблема уходит. Зато появляется другая — неприятная задержка, если FPS падает ниже герцовки монитора. И вот тут G-Sync эту проблему решает, подстраивая частоту обновления монитора под FPS, тем самым вы, по сути, получаете точную вертикальную синхронизацию в любой момент времени и при движении мышки картинка в игре всегда остается плавной и не рвется. Единственное ограничение G-Sync Compatible в этом и большинстве других мониторов — это подстройка частоты, которая работает в TUF Gaming VG27 лишь в диапазоне 48-165 Гц. Конечно, редко встречается игра, в которой в 2К вы получаете больше 165 FPS, но вот получить ниже 50 в особо тяжелых проектах типа Red Dead Redemption 2 можно без особых проблем. Специально для геймеров, которые боятся темноты, есть поддержка технологии Shadow Boost. Она увеличивает различимость в тенях, и противники не смогут от вас спрятаться, при этом светлые области остаются без существенных изменений. В TUF Gaming VG27AQ есть базовая реализация технологии HDR, а именно HDR400 и совместимость с HDR10. Имеются два профиля для игр и кино, и если вы хотите получить яркую и перенасыщенную картинку, то включайте. На самом деле матрица монитора не обеспечивает запросы даже самого примитивного и бесполезного HDR400. Яркость не позволяет, не говоря уже про указанный Asus HDR10. Это неплохо и нехорошо. Это также как у 99% ранее выпущенных игровых мониторов на рынке. Сила маркетинга. Напоминаю про наш видос в описании. Большой плюс игровых мониторов — это возможность подключения сразу к нескольким устройствам с быстрым переключением между ними. Наш монитор имеет два HDMI и один DisplayPort. Его можно подключить к ПК и наслаждаться G-Sync, после чего нажатием одной кнопки вывести картинку, например, с консоли. А вот с динамиками у монитора не все хорошо. На бумаге их два, оба по 2 Вт. Казалось бы, это лучше, чем в большинстве ноутбуков, так что звук должен быть как минимум неплох. Увы, нет. Лучшее слово, которое характеризовывает динамики — это пищалки. Полное отсутствие басов, звона и не самая высокая громкость. В общем, ролики на YouTube смотреть можно, но даже для фильмов и тем более игр стоит подключать внешние динамики или наушники. Благо, у монитора есть 3,5-мм разъем. И еще один плюс игровых мониторов — подробное и удобное меню настроек. Оно же OSD-меню. Все опции в TUF Gaming разбиты на 8 разделов, и возможностей много — это и разгон матрицы до 165 Гц, подстройка синего цвета, яркости, контрастности и цветовой температуры. Доступны сразу несколько профилей для игр, фильмов и работы. Есть настройка того самого HDR и ELMB с G-Sync. Короче говоря, меню максимально полное и подробное. При желании можно подстроить любую опцию под себя. В общем, рынок игровых мониторов очень интересен. Тут можно встретить и изогнутых монстров за сотни тысяч рублей, и псевдоигровые решения за двадцатку, которые могут похвастаться лишь высокой частотой без всяких G-Sync и т.д. Где же находится TUF Gaming VG27AQ? Я думаю где-то посерединке. С одной стороны тут качественная IPS-матрица с поддержкой FreeSync, так что играть с таким монитором будет максимально приятно. С другой — полноценного G-Sync все же нет. Поддержка HDR тут больше для галочки, динамики, пищалки. Стоит ли прощать такие минусы с учетом цены монитора в 35 тысяч рублей? Я думаю, стоит. Хотя тут уже решать вам. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого монитора. У меня этот монитор будет на постоянку в качестве второго монитора. Я буду монтажить на VA-матрице, а потом проверять готовую картинку именно на этом мониторе. Да и вообще, после использования двух мониторов, к одному монитору, пускай даже широкоформатному, вы больше не вернетесь. Последние несколько дней я делал ремонт и полностью приводил в порядок свою рабочую комнату, поэтому, если вы хотите увидеть, что у меня получилось и что за оборудование у меня стоит, обязательно поставьте лайк видео и напишите об этом в комментариях. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, все ссылки в описании. До скорых встреч!